Девушки отдыхают Возможно, не любить Москву, хотя бы за то, что здесь можно путешествовать, не выезжая за пределы города. Вот сегодня мы решили сесть в метро и посмотреть дворец Шереметьевых и усадьбу Кускова, которая окружает это чудесное строение. Здесь забываешь, что ты находишься в Москве. Ничего общего с мегаполисом Кускова не имеет. Здесь забываешь и о том, что на дворе 21 век. Лишь наряды нынешних гостей усадьбы выдают время, но всегда можно подключить воображение. Такая атмосфера, такая здесь архитектура, такие скульптуры. Так и кажется, что вот-вот из акустика выйдет дама в прекрасном платье и пойдет неспешной походочкой по этим аллеям и тротуарчикам. Увеселительная усадьба. Так сказано о Кускове на сайте музея. В самом деле, как же тут не веселиться? Красота-то какая вокруг! Какие ловочки! Так и хочется на них посидеть. Загородная резиденция Шереметьевых – это вам не дача какая-нибудь, а целый городок, целый мир. Мир роскоши, красоты и богатства. Такой, каким он мог быть в 18 веке. На территории усадьбы построили голландский домик, итальянский домик, эрмитаж, возвели оранжерей, грот, разбили парк и выкопали пруды. Все это великолепие, уверенно, создавалось не просто для себя, но и для того, чтобы поражать приезжающих сюда гостей. Надо отметить, до сих пор получается. Я думала, что пруды с золотыми рыбками бывают только в сказке, но здесь, в Кусково, мы нашли такой пруд, существующий в реальности. Еще одна диковинка для этих краев – вольер с павлинами. Слышали уже, как они поют? Ну тогда, приготовьтесь! Мне кажется, больше похоже на крики мартовских котов, но тут ничего не поделаешь, природа наградила таким голосом. Зато вот хвост шикарный, правда, нам во всей красе они его так и не показали. Вот это я понимаю, клетка для птиц. Мяу! 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 Доминанта Кускова – это дворец. Ну, нельзя было графу в летней резиденции строить просто особняк какой-нибудь. Как жить-то потом? Посмотрим, каким был загородный дом богачей 18 века. Этот дворец строили во второй половине 18 века, а руководил проектом московский архитектор с очень московским именем – Карл Бланк. Его еще называли консультантом по изяществу. Загородный дом в самом деле вышел очень симпатичным. Здесь все, конечно, роскошно, но при этом и гармонично, а где-то даже мило. Вот эти мелкие цветочки, мне кажется, снижают градус золоченых элементов. Интерьер выглядит легким при всей внушительности и некоторых деталей. Я, конечно, не эксперт, но просто делюсь с вами своим девчачьим мнением. Идем дальше. Невозможно не заметить, что стены здесь обиты дорогой тканью, а картинами украшен даже потолок. Примечателен дворец отделкой деревом и лепниной из папье-маше. Я была в восторге от люстры подсвечников. Они все разные, но в едином стиле. И получилась такая стеклянная, связующая нить между комнатами и залами. Кстати, дворец до сих пор без электричества и соображений безопасности. Так что не исключено, что когда-то в этих люстрах еще загорятся вечерние свечи. Летний дворец в Кусково называют редким образцом загородного дома, полностью сохранившего до наших дней архитектурно-пространственное решение, а также подлинные элементы интерьера. Вот так вот. Мудрено, но впечатляюще. Еще один интересный факт. Все часы во дворце работают. Правда, когда мы гуляли там, они не были заведены. И убедиться в этом у нас не получилось. Многофункциональность комнат это не для дворца. Кабинет или бильярдная может быть и сейчас у некоторых в отдельных залах. Но вот диванная или парадная спальня вряд ли строится даже в очень богатых домах. А здесь в Шереметьево собирались трапезничать. Не знаю, насколько точно воссозданы блюда, но на одну из полок я заметила нечто похожее на капкейки. Интересно! А вот самая большая и самая роскошная комната во дворце. Эх, как жаль, что я не в платье. И как жаль, что мой муж не может одновременно снимать и танцевать со мной. Усадьба Кускова Это не только дворец, но еще и огромный прекрасный парк, который его окружает. Конечно, здесь наверняка прекрасно и летом, и осенью красиво. Но весной, когда все распускается, когда все оживает, новое, все такое свежее. Здесь невероятная атмосфера. Гулять здесь одно удовольствие. Такой вот задний дворик во дворце. Дорожки, выделены кустарником. Какие-то клумбы и скульптуры, скульптуры, скульптуры. Неудивительно, что многие сюда приезжают фотографироваться. У кого-то с собой целый чемодан. Наверняка в нем платье и аксессуары для стилизованной съемки. А вот карету привозить не нужно. По усадьбе уже курсирует одна, катает гостей. Главное не проморгать и поймать удачный кадр. Находят вдохновение в Кускова и художники. Кто-то поудобнее устроился на лавке, а кто-то расположился вот так, просто, под деревом. В Кусково можно даже пожениться. Желающих расписывают в итальянском домике. И это не игра для туристов, я сейчас абсолютно серьезно. На сайте музея есть контакты ответственных за брак. А любители искусства, конечно, заинтересуют концерты и выставки, которые тоже проходят в музее. А вот это красивое здание – это большая каменная оранжерея. Правда, там не ботанический сад, а выставка. Сейчас там выставляется российское и зарубежное стекло. Снимать внутри запрещено, поэтому о выставках все. А нашу культурно-просветительскую программу в Кускове мы с мужем завершили отдыхом для души. Мы решили покататься на лодке, потому что здесь такое огромное озеро, и здесь есть каналы, уходящие во все стороны, и по ним тоже можно пройтись. А лодки же не плавают, мы же все это знаем. Наверное, банально говорить, что как жаль, что камера не передает запахи, но действительно, как жаль, потому что здесь такой аромат цветов. Я не понимаю, что где цветет, но запах просто потрясающий. Кусково не первая усадьба, которую я посетила. А вот эмоции она мне подарила совершенно новые. Там чувствуется атмосфера времени, но не давящее. Наоборот, кажется, будто в этих местах всегда только и делали, что отдыхали и думали о приятном. Так и сейчас. Не зря же усадьбу когда-то назвали увеселителями, Кажется, сегодня в моей жизни появился еще один любимый уголок в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok